Всем привет и это вторая часть моего топа 30 лучших игр на дэнди. И при создании данного ролика у меня возникли две проблемы. Первое это то, что я понял, что не могу впихнуть в оставшиеся 15 позиций все свои любимые игры и мне приходилось с болью в сердце отсеивать некоторые из них. А второе это то, что я никак не мог их растаять по местам, так как каждая игра для меня была по-своему уникальна и дорога и растаять игры в каком-то порядке было очень проблематично. И чтобы решить все эти проблемы, нужно было изначально обозвать первую часть видео топ 50 лучших игр на дэнди без привязки к местам. Но первую проблему я все же частично решил, объединив сразу несколько игр со схожей тематикой в одну позицию. Итак, на пятнадцатом месте у нас ЭТО. Это не просто одна игра, а сразу сборник, куда входят Exity Bike, Milk Nuts, Lodrunner, Bomberman, Galaxian, Battle City, Kung Fu, Duck Hunt и Sky Destroyer. Все эти игры не обладали хорошей графикой и имели незамысловатый геймплей, но объединяет их то, что они отложились в памяти каждого владельца дэнди, так как почти с каждой приставкой в комплекте шел картридж под названием 999, 9999 или даже 9999 игр в одной. Где и были все эти игры в том или ином сочетании. На самом деле на этих сборниках, конечно же, не было никаких 999 игр, а от силы было штук 6, а все остальные либо тупо повторялись, либо просто запускали те же самые игры, но с других уровней. Exity Bike, симулятор мотоциклиста экстремала, где нам предстоит за отведенное время добраться до финиша, преодолев все препятствия и попутно выкидывая на обочину своих соперников. Примечательно, что даже в такой простенькой игре присутствовал режим создания трасс. Milk Nuts, тут особо нечего сказать, это платформер про приключения блина, которому нужно спасти свой любимый блин от других блинов. Лод Раннер Логическая аркада от Hudson Soft Эдакий симулятор расхитителя гробниц, целью которого своровать все золото на уровне и потихо свалить. Но не так все просто, наш герой не умеет прыгать и к тому же вам постоянно будут мешать три назойливых охранника, очень похожих на бомберменов. В помощь есть только чудо-бластер, способный проламывать пол для создания ловушек или преодоления препятствий. Бомбермен Бомбермен, еще одна логическая аркада от компании Hudson Soft. Главному герою необходимо уничтожать всех противников на уровне при помощи бомб и находить выход. Постепенно собирая улучшения, мощность бомб и их количество будет все время увеличиваться. И нужно быть более осторожным, чтобы случайно не подорвать свой же зад. Галактика Галактика Простенькая аркада, целью которой было уничтожить строй инопланетных кораблей, очень похожих на мух. Каждый новый уровень, кроме скорости и агрессивности противников, больше ничем и не отличался. Даг Хант Даг Хант Знаменитая игра про охоту на уток. Это виртуальный тир, для игры которой требовался световой пистолет, который также шел практически с каждой консолью. Были и другие подобные игры, например, Wild Gun Band или Hogan's Alley, но утки все же были более узнаваемы и популярны. Ир Кунг Фу Самая первая игра на Денди в жанре файтинг, в которой каратист по имени Ли противостоял другим бойцам разных стилей. Бои были не особо честными, так как главный герой бился голыми руками, а у противников были палки, цепи и даже звездочки. Тут даже были бонусные уровни, но отсутствовал режим на двух игроков. Скай Дестройер А это уже первый авиасимулятор от третьего лица. Тут все просто, расстреливаем из пулемета другие самолеты, попутно скидывая бомбы на лодки, набирая очки. Но не так все просто, как кажется. Наш одномоторный самолетик очень крупок, и после получения одного попадания эпично падает в воду. В игре сменяется время суток, и даже есть некое подобие босса. И конечно же Баттл Сити. Самая культовая и известная у нас игра на Денди. Причем данная игра официально кроме Японии нигде больше не выходила. Но благодаря пиратам мы смогли в нее поиграть. Игровой процесс был незатейлив. Весь уровень помещался на один экран. А целью игры было уничтожить все танки противника и защитить свой штаб в виде орла. Как только у вас заканчивались жизни или штаб был уничтожен, игра заканчивалась. Стоит также упомянуть, что в игре было несколько вспомогательных бонусов. 4 типа танков противника и 35 уровней с различным ландшафтом. Но самой главной фишкой была возможность одновременной игры вдвоем. И у нас эта игра была самой первой, где такая возможность была доступна. Как раз из-за кооперативного режима и простенькой механики, эта игра и была такой популярной. И так, переходим к 14 месту. И здесь у нас расположилась серия Super Mario Bros. Знаковая серия игр про итальянского водопроводчика, ставшая лицом компании Nintendo. Если честно, то я не особо любил эту игру из-за ее однообразия. Но из-за ее огромной популярности просто не мог ее не упомянуть. Геймплей игры очень прост. Собираем монетки, давим грибы и спасаем принцессу. На Денди успели выйти три части. И с каждой новой частью механика игры обзаводилась новыми фишками. Появлялись новые играбельные персонажи. Локации становились более красочными. Но по сути это была одна и та же игра. И даже сейчас классическая серия игр про Марио, именно классическая, так как есть и другие серии, но на Денди были только такие. Кроме как графикой больше ничем не отличались от старых игр. Но зачем что-то глобально менять, если фанатов, похоже, все устраивает. 13 место. Принц с Персией. Игра про скитание принца в белой пижаме по лабиринтам подземелья замка. При создании персонажей игры было использовано оцифрованное видеодвижение человека. В результате чего удалось добиться реалистичной анимации движений. Сами лабиринты были очень продуманно сконструированы и напичканы смертельными ловушками. Их было интересно исследовать, но было и два минуса в игре. Первый это всего одна мелодия на всю игру, которая со временем могла свести с ума. И второй это таймер. Дело в том, что на прохождение всех 14 уровней выдавало всего 60 минут времени. А запутанность лабиринтов и то, что игроку после каждой смерти приходилось проходить весь уровень заново, при том, что таймер при этом все время тикал, добавляло в игру немалую сложность. Единственное, что облегчила жизнь, это система паролей. 12 место. Jurassic Park. Парк юрского периода – игра с видом сверху, про охотника на динозавров, которому, чтобы продвинуться дальше, необходимо собрать или уничтожить все яйца динозавров, параллельно не став завтраком. В игре хорошая графика и саундтрек, а также много разновидностей динозавров, начиная от небольших велоцерапторов и заканчивая огромным тираннозавром, который выступает здесь в роли босса. В молодости мы поначалу не могли пройти даже первый уровень, так как нужны были минимальные знания английского, чтобы отпереть врата. Но, вооружившись англо-русским словарем, игру все-таки удалось пройти до конца. А на одиннадцатом месте у меня две игры с названиями, которые трудно выговорить. Это Митсуми Гатору, или как у нас ее назвали «Трехглазый мальчик». Японский эксклюзив, созданный по мотивам аниме, главный герой которого имел третий глаз, или по крайней мере что-то похожее на глаз. Именно из него он и расстреливал всех врагов, и набивал монеты, которые потом можно было тратить в магазине, для покупки разной вкусностей. А уникальным геймплейным элементом была его стрела, которую главный герой мог использовать, как батут для преодоления препятствий. Достаточно короткая и не очень сложная аркадка. А вторая игра это Киято Ниндэн Тьян Ди. Игра про ниндзя-котов. Тоже японский эксклюзив, наштампованный пиратами в Китае. В связи с чем игра была полностью на японском языке. Тогда мы английский-то знали на уровне Enemy Life и Options, а тут вообще какая-то абракозябра. Но даже и это не мешало нам ее освоить. Благо ниндзя-коты была не сильно сложной, и нужно было только разобраться, где какого кота нужно использовать, чтобы пройти то или иное место. Единственное, что нас расстраивало, это то, что мы не могли понять смысла в заставках, которые были между уровнями. Они выглядели забавными и выполнены в традициях аниме. Как позже оказалось, что и сама игра сделана по мотивам одного из японских аниме-сериалов. Но что там на самом деле происходило, нам не суждено было понять из-за незнания языка. Но приятная графика и оригинальный саундтрек заставляли проходить ее не один раз, чтобы снова и снова смотреть на это. И открывает нашу десятку игра Little Nemo The Dream Master. Сказочный платформер с красивой графикой и увлекательным геймплеем от компании Capcom. Главный герой Немо попадает в страну сновидений, Сламберлэнд, где ему нужно спасти короля страны снов, Морфеуса. По ходу игры Немо встречает множество волшебных персонажей, которые помогают ему в нелегком деле. В арсенале у него поначалу есть только конфеты, которыми он может накормить врагов до отвала, чтобы потом содрать с них шкуру. Но так он делает не всегда, иногда он просто садится к ним на спину. В результате чего он перенимает их свойства, и может высоко прыгать, копать землю, лазить по стенам или даже летать. Позже у Немо появляется еще и волшебный дрын, без которого нельзя будет победить боссов. Чтобы пройти уровень, Немо нужно собрать все ключи и открыть дверь. Но сделать это не всегда просто, так как ключи очень надежно спрятаны. New Ghostbusters 2 New Ghostbusters 2 На Денде выходило три части про охотников за привидениями, но две из них были лютым трэшем. И только новые охотники за привидениями 2 представляла из себя игру, которую было интересно играть, а не выкинуть в окно. Игра свитан сверху, где в самом начале нам предлагают выбрать двух охотников, так сказать, основного и вспомогательного. Первый охотник лупит из плазменной пушки, чтобы задержать призрака, а второй кидает уже ловушку, чтобы его поймать. В общем, почти все как в фильме. Причем данная часть выходила только в Японии и Европе, и не зря имела приписку New, так как просто вторая часть уже была на прилавках, из-за чего китайские пираты, спиратившие данную игру, спровоцировали путаницу в нумерации на нашем рынке, переименовав обычную вторую в третью.